Вместе с обновлением 0.15.2 разработчики добавили в игру квест, который позволяет вам получить уникальный кейс для хранения стримерских предметов. Этот же кейс можно было залутать на Drops Event, когда его выдавали за платную подписку на канал любого стримера на Твиче. В общем, помимо хорошей и нужной награды в самом квесте, он еще и получается достаточно интересным. Ведь нас просят найти места, которые являются пасхалками или отсылками к разным мемам, фильмам или играм. Поскольку я люблю подобные штуки, я уже нашел все эти места, сделал большую таблицу и запостил ее к себе в Телеграм-канал. Кстати, да, рекомендую его к подписке, если ты хочешь узнавать обо всем первым. А еще там скоро будет розыгрыш, ну либо этот розыгрыш уже идет, зависит от того, когда ты смотришь это видео. Ну и в общем, да, я решил, что неплохо было бы еще и видео сделать и показать, где нужные места и к чему конкретно они отсылают. Поэтому перемещаемся на локацию и начнем, пожалуй, с завода. Тут на удивление отсылок больше всего. Первая звучит так. «Комната, где пожарный сжигал книги, чтобы стать счастливым». Это отсылка к роману Рэя Брэдбери «451 градус по Фаренгейту». В романе описывается общество будущего, в котором книги находятся под запретом, а пожарные занимаются не тушением пожаров, а сжиганием любых книг, которые найдут. Тарков, получается, тоже обзавелся местом, где один пожарный сжигал литературу. Находится это место на первом этаже офисов завода. Вторая отсылка – в подвалах возле офисов. И звучит она так. «Место, где работники не смогли закончить свой третий вентиль». Ну и что же это может быть, как мне отсылка к студии Valve и их, не вышедшему проекту Half-Life 3. Вентиль на месте, фомка тоже. Ну и цифра 3 на каске еще раз подтверждает, что мы не ошиблись. Забавный троллинг от разработчиков Таркова получился. Третья отсылка ждет нас прямо возле выхода ворота номер 0. Звучит она так. «Не по-детски опасная русская красавица». И да, тут на щите управления котельной разместилось лицо девочки с шоколада Аленка. Ну и красный глаз – прямая отсылка на Терминатора. Получается, Аленка Шварценеггер что ли? Четвертая отсылка снова в офисах, но уже на третьем этаже. Комната закрыта ключом от выхода с завода. Звучит она так. Комната любителя заговоров и почтовых отправлений. Отсылок тут получается две. Одна на стене – это отсылка к сериалу «В Филадельфии всегда солнечно». В одной из сцен в сериале один из героев борется над загадкой, кто же такой Пепе Сильвия. Немножко сходит с ума и тем самым рождает один из часто используемых мемов. А вторая отсылка неприметно разместилась на полу. Три двери, лежащие в ряд, отсылка к видеоролику Таркина на ютубе. Таркин любит делать всякие забавные штуки с игрой, и эти двери не стали исключением. Пятая отсылка в зале возле ворот номер 2, рядом с насосной станцией. Неприметная колонна с надписью «9,75» и с мачным шлепком крови под ней. Ну да, название отсылки соответствует. Место, где кто-то решил, что его ждут в школе волшебства. Ну, не угадал ты, друг, ты не Гарри Поттер, а это отсылка именно к этой серии фильмов, в которой герои попадали на платформу, с которой отправляется поезд в Хогвартс, именно через телепорт, спрятанный в такой колонне. Шестая отсылка тут же недалеко, в лаборатории. Поднявшись на второй этаж, можно заметить на стене отвалившуюся плитку, на которой кто-то нарисовал граффити в стиле игры сапер. Да, это действительно мать всех стратегий, и именно так называется эта отсылка. Ну и последняя, седьмая отсылка на бесплатном выходе, ворота номер 3. Называется она «Место, где начинается путь в небеса». На потолке небо, под ним лестница. Всё сходится, отсылка к песне группы Led Zeppelin, Stairway to Heaven. А ну-ка, фанаты рок-музыки 70-х, плюсаните в комменты, сколько нас. С заводом разобрались, перемещаемся на локацию «Маяк». Тут отсылок меньше, и находятся они близко друг к другу. Первая звучит так, рядом со стариной Уилсоном. Старина Уилсон – это воображаемый друг главного героя в фильме «Изгой». Главную роль в фильме играет Том Хэнкс, и попав на необитаемый остров, чтобы не сойти с ума, он нарисовал личика на волейбольном мяче, сделал ему прическу и назвал Уилсон. И именно этот мяч, а точнее, воображаемый друг в виде мяча, помог персонажу Тома Хэнкса пережить все тяготы и лишения на острове. К слову, крутой фильм, если не видели, посмотрите. Вторая отсылка тут же, рядом. Нужно подняться чуть выше от старины Уилсона, и вы увидите костёр. А называется отсылка так – «Место, где так и тянет переродиться». Это не что иное, как отсылка к серии игр Dark Souls, где игроки после смерти перерождаются у ближайшего костра. Собственно, эти костры стали неотъемлемой частью всех Souls-like игр. Видимо, среди разработчиков точно есть фанаты хардкора. Третья отсылка называется «Напротив указателя, предвещающего нечто страшное». Находится место тоже недалеко от костра. Выходим на дорогу и видим знак «Добро пожаловать в Quiet Coast». Указатель – это отсылка к серии игр Silent Hill. Этот знак появляется во всех играх серии, и обычно после него действительно начинает происходить нечто страшное. Четвёртая отсылка – это место, где наслаждался видами один из величайших умов всех времён. Что же это может быть? Как не одинокий унитаз на горе напротив шале? А отсылка – это на сериал «Рик и Морти». Если знаете, у Рика там было такое место, где унитаз стоял напротив прекрасных видов. Вот и тут так же. Ну, собственно, с маяком закончили, поэтому перемещаемся на следующую локацию – берег. Тут отсылок всего две. И это скорее даже не отсылки к чему-то конкретному, а просто шалости ловел-дизайнера. Поскольку мне изначально было непонятно, что это и для чего, я пошёл в личку к автору этих пасхалок. И он мне ответил, что никакого особенного смысла он не вкладывал. Просто хотелось добавить немного потешной мистики. Но это не значит, что история уже закончена. В общем, первое место – это деревня возле туннеля. Там есть дом, который ничем не отличается от других, кроме одной комнаты. Выбиваем дверь и видим на потолке стул. Больше в комнате ничего нет. Стали нас просят найти место, где вдвоём не так комфортно, как в одиночестве. Идём в яхт-клуб «Норвенский» и на первом этаже заходим в туалет с двумя унитазами друг напротив друга. Опять же, автор утверждает, что когда-то давно увидел забавный мем. Где-то в недостроенном туалете строители развернули унитазы друг напротив друга. Вот он и решил повторить эту нелепицу в игре, над которой работает. Вот такой короткий берег. С него мы перемещаемся на… ну, скажем, на резерв. Первая ждёт нас возле кирпичной вышки, которая находится между депо и чёрным конём. Нас просят найти место, где каждому нужно сделать сложный выбор. Это отсылка к загадке с двумя стульями, которая, судя по всему, перекочевала к нам из тюремного фольклора. Загадка, наверное, известна почти каждому. Есть два стула. На одном пике точёные, на втором ху** перечёные. Какой выберешь? Ну, дальше вы поняли. Вторая отсылка звучит так. Символ самой первой школы любого танкиста. Идём к зданию белого слона, она же медсанчасть, и на стене видим логотип игры «Танчики». Я всё детство рубился в неё на своей приставке «Дэнди». Как вспомнил, аж прослезился. Легендарная игра, конечно. Третья и последняя отсылка рядом, на плацу. Нас просят найти место, где срочники занимаются самой важной работой. Это отсылка к бородатой легенде, когда один прапор заставил срочников красить кусты и траву зелёной краской перед приездом начальства в часть. Наверное, поэтому получилось выражение «Кто в армии служил, тот в цирке не смеётся». Но Тарков не стал исключением. Срочники и тут кусты покрасили. А заодно и плац. Резерв отстрелялся, двигаемся в лес. В лесу всего одна пасхалка. Между снайперским камнем и затопленной деревней есть сгоревшая машина, в которой за рулём сидит деревянный мишка. Отсылка к бородатому анекдоту. Идёт медведь по лесу, видит машина горит, сел в неё и сгорел. Никогда не понимал, в чём прикол этой шутки, но местный мишка тоже не смог удержаться. Следующая карта – таможня. Первые две пасхалки находятся в ангаре номер 6, он же мастерская или стримерская. В самой стримерской пасхалке под названием «Место казни члена экипажа на ковальне 3.4». Это отсылка к игре Battlefield 3, к эпизоду, в котором показана казнь Миллера. Там злодей держит в руках дракончика, игрушку Миллера, затем бросает его на пол и… Вторая отсылка – напротив «Место казни». Поднимаемся по противоположной лестнице, идём по коридору в душевую. Тут нас ждёт злодей, нацепивший неоправданно тяжёлый шлем. Это отсылка к игре Silent Hill и одному из монстров в ней – «Пирамидоголовому». Этот чувак поистине бесячий. Видимо, когда-то сильно надоел одному из разрабов при прохождении Silent Hill, и теперь в Таркове он носит на голове унитаз. Третья пасхалка – это страшный кошмар любого инди-разработчика видеоигр. Тут просто подшучивание над самими собой, скорее всего. В трёхэтажном общежитии на втором этаже в 212-й комнате стоит комп. У него на экране светится критическая ошибка редактора движка Unity. Воистину страшный сон любого разраба, особенно если не сохранил проект. Следующая карта – улицы. Первая пасхалка в канализации. Уже догадались, о чём речь? А если скажу – кавабанга? Да, это оно. Нам нужно найти место обитания подземных любителей пиццы. Идём в сторону выхода река в коллекторе. Спускаемся вниз, и у левой стены видим кучу пустых коробок от пиццы, скейтборды и надпись на стене – кавабанга. Конечно же, это отсылка к «Черепашкам ниндзя». Популярная франшиза, которая появилась благодаря двум людям – Кевину Истману и Питеру Лерду. Первый комикс вышел в 1984 году, и с тех пор Леонардо, Донателло, Рафаэль и Микеланджело крепко поселились в сердцах поклонников. И, судя по всему, среди разработчиков Таркова тоже есть фанаты. Вторая отсылка куда более криповая. Нужно найти палату невинно обожжённой девочки. Недолго думая, отправляемся в детскую поликлинику, которая находится возле школы. Нужная палата на втором этаже. А отсылка эта – опять к серии игр Silent Hill. Это практически точная копия палаты Олесы Гелеспи, одного из главных персонажей франшизы. Внимание к деталям тут поражает. Олеса появилась в самой первой части игры. И, собственно, на ней, точнее, в ней, сосредоточена основная движущая сила всех мрачных событий в игре. Еще одна отсылка к серии игр Silent Hill ждет вас буквально через дорогу от клиники. Заходим в здание на Чеканной 13. Тут еще меченая комната. Нам нужно найти место, где расположена дыра в стене, в которую совсем не хочется залезать. Буквально сразу возле входа есть ванная, где расположена нужная нам дыра. Это отсылка к игре Silent Hill 4 The Room. В самом начале игры у главного героя в ванной появляется таинственное отверстие в стене, через которое он и попадает в параллельный мир. Следующее место находится в этом же здании. Нужно отыскать мертвеца в колючей проволоке. Нужно пройти дальше по коридору от места с дырой в стене, пройти через комнату с манекенами, и вы упретесь в нужную дверь, за которой сидит тот самый мертвец. К чему эта отсылка? Я думаю, что к Клиффу Унгеру, персонажу, которого сыграл Матс Миккельсон в игре Death Stranding. Там есть сцена, в которой Клифф предстает лежащим на паутине из колючей проволоки. Сам персонаж максимально неоднозначный. Он вроде и хороший, и плохой одновременно. Но референс, скорее всего, именно на него. Ну что, пожалуй, пришло время отправиться в центр. Точнее, на эпицентр. На этой локации нужно найти три места. Первое – это здание, где один крепкий парень надрал задницы негодяям. Это не что иное, как отсылка к фильму «Крепкий орешек». В фильме было здание на Катоме Плаза, а в Таркове сделали на Катане. Визуально не похоже, но отсылка явная. Нужное место находится в лобби. К слову, там имеются следы явно жестокой батальной сцены. Но удивительного тут ничего нет. Весь эпицентр такой, в батальных сценах. Но вдруг где-нибудь тут в вентиляции сидит Брюс Уилли с зажигалкой зипа. Кто знает. Вторая отсылка в здании офиса Кусперского. Находится он буквально по диагонали от накатания. Нужно найти место, где шутку поймут только программисты. В офисной части здания есть один работающий комп, на экране которого открыт текстовый документ с двоичным кодом. Если перевести в обычный текст этот код, то перевод будет таким. Из Таркова не сбежать. Еще на рабочем столе есть папка под названием «Оружейная порно» и запущенная игра Сапер. Как вы уже поняли, это не отсылка к чему-то определенному. Возможно, это рабочий стол одного из разработчиков. Но это не точно. Последняя отсылка в нашем списке – это комната, где малышка не рассчитала силы на кастинге. Идем через дорогу в здание Тарбанка. Поднимаемся на пятый этаж по лестнице, перелезая через колючую проволоку, и прямо напротив входа видим комнату, где один белый стул окружают пять больших черных стульев. Да, это не что иное, как отсылка на популярный мем с Пайпер Перрио, где она сидит на кастинге в окружении больших темнокожих ребят. Забавная отсылка. Я видел эту комнату не один раз до этого, но ассоциаций в голове не всплывало. Отсылка получилась очень крутой. Ну что, на этом наш список подошел к концу. Задание вы выполнили, камера установлена. Надеюсь, что вы узнали что-то новое для себя и напишите в комментарии, что именно, или просто скажете спасибо. Подписывайтесь на канал и до встречи в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok